Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, в это время программа «Между собойщик», и сегодня у нас грядет психологическое шоу, потому что в гостях у меня группа «Зигмунд Фрейд». А именно, члены группы Михаил Малышев, Настя, не знаю фамилии, и Лика. Казанцева. Казанцева. Настя. Девлекамова. Отлично. Группа необычна еще и тем, что ее лидер Михаил Малышев – фотограф. И вот так получилось, что начал он заниматься музыкой. Для меня это удивительно, и сегодня с радостью и удовольствием послушаю, что же вы играете. Хорошо. Ну, давайте мы тогда для начала сыграем, а потом уже поговорим о психологической составляющей наших чудесных песен. Хорошо. Первая песня называется «Про Аню». Аня грустит и не может понять, Чуть не плачет в подушку. Стоило принца поцеловать, Он превратился в лягушку. Можно все объяснить и понять и простить. А-а-а-а, только как же дальше с этим жить? Мужчины, мужчины, Такие кослины. Аня не спит ей теперь не до сна, Лишь сопит возмущенном. Рыцарь, в которого так влюблена, Вдруг оказался драконом. Почему ты опять с тем, кому наплевать? А-а-а-а, ты себе устала объяснять? Вот, и снова Новый Год, И помощь не придет. Никто не поможет, Он уже не идеал, Он просто идиот. Резиновый ежик. Аня никак не может забрать Этот пазл идеалом, Как ни крути, а в нем дырка опять. И молоко убежало, Там можно все объяснить И понять, и простить. А-а-а, только как же дальше с этим жить? Мужчины, мужчины, Всегда есть причины. Мужчины, мужчины, Такие, такие. Мужчины, мужчины, Всегда есть причины. Мужчины, мужчины, Такие, ха, козлины. Отличная песня, Отличная атмосфера у нас тут воцарилась. Я рад, что нравится. Да, наш звукорежиссер, Тот, кто снимает эту программу, Я видела, как пританцовывали. А девушки получали огромное удовольствие, Вот в припеве особенно. Хотя Миша сидел немножко так спокойно. Написал-то Миша это все. Да, я так понимаю, что все стихи, музыку пишешь ты. И вообще, как так получилось, что появилась группа? Это случилось чудесным образом. Я вот хотел бы уточнить, что у нас в группе на настоящий момент 5 человек. И сюда просто не поместились. Наш басист Сергей Янченко И наш барабанщик Хасан. Вот. То есть они физически существуют, Но сейчас они как наши воображаемые друзья. Лично с нами. Я сочиняю мелодии, Песен, гармонию и тексты. Сергей, он выступает уже как оранжировщик. Он придумывает, как это будет звучать. Он придумывает, какой ритм будет у этих песен и так далее. И вот на этом стыке мы, собственно, что-то создаем. Миша, ну мы с тобой встречались год назад, я помню. И ты что-то говорил, что ну вот у меня так много песен. Я на кухне дома играю. И вот уже через год у тебя группа получается. Да расскажи, как ты нашел участников и как ты решил заниматься этим серьезно? Или это несерьезно? Ты знаешь, как известно, я профессиональный фотограф. Это моя работа. И однажды я задумывался над вот каким моментом. Что я фотографирую, зарабатываю этим деньги, снимаю свадьбы, делаю портреты. Но при этом, допустим, как хобби, я фотографирую улицы. И внезапно я подумал, парень, а тебя не смущает, что у тебя хобби и работа совпадают? Это то же самое, как, ну допустим, он фрилансер, он дома просыпается, потом он выходит из дома, обходит квартал, возвращается к себе домой, он пришел на работу. И я подумал, что мне нужно что-то еще для души. И таким образом вот начала появляться музыка. По сути дела, музыка начала просто приходить. Сперва это были ее визиты ночью. Я имею в виду именно музыку, потому что спишь, и вдруг начинает снится какая-то песня. И просыпаешься, записываешь быстренько на диктофон или записываешь какие-то слова. А потом вот это стало таким большим-большим процессом. Когда песня стала 5 или 6, я уже начал задумываться над тем, что это надо как-то, может быть, все-таки записать. Не попадать же добру. И мы с Сергеем начали работать над парой композиций. А потом была замечательная история. Вот как раз-таки Ликина знакомая позвала меня в публичную библиотеку. Поиграть песни, да. Расскажи эту историю. Знаешь, как будто камера так пац, переключилась. Моя подруга устроила свой поэтический вечер. И пригласила друзей, чтобы ее поддержали. И, в общем, чтобы вечер расцвел неожиданными красками. И там Миша сыграл свои песенки. И я их услышала. А после этого вечера мы, как водится, собрались за чашкой чая. И я набралась наглости и сказала, что вообще-то я, мне кажется, умею петь. И Миша решил, что... Ну, видимо, он взял просто на заметку. Потому что в следующий раз мы тоже совершенно случайно встретились. Вот так вот мимоходом. И он совершенно мимоходом сказал, ну, давай, давай, быстренько сыграем тут что-нибудь. И понеслась. То есть вот просто как-то сразу, как снежный ком, все это стало образовываться. Сразу как-то нашлись и музыканты. Вот просто все. Все стало совпадать. Вот так. Миша, у тебя так все видится. Да. Да, все сходится. Наши показания, да, идентичны. Но прежде чем я еще буду задавать вам другие вопросы, попрошу сыграть еще песню. Следующая наша песня называется «Инстаграм». Вот как раз «Инстаграм» — это пример песни, которая написалась ночью. Мы джимовали на репетиции. И внезапно появился небольшой мелодический отрывок в голове. Я думаю, так оп. Из этого можно что-то сделать. И ночью я лежу, я пытаюсь заснуть уже. Трудный день. Эти фотосессии, эти разгоряченные модели. Это обработка фотографий. Я пытаюсь заснуть. И в голове начинают появляться слова. Я просыпаюсь, записываю их. Засыпаю снова, опять появляются слова. Я говорю, уже отпустите меня, давайте ее допишем утром. Нет, вот. Реально, я дописал ее всю ночью. Проснулся утром. Семь утра он проснулся. Семь утра. Я просто тоже в невывалую рань влезла в интернет. А там сидит Миша с вот такими глазами. И пишет, я написал песню. В общем, мы в этот же день стали ее как-то делать. Сейчас вот то, что получилось. Вы услышите. Раз, два, три, четыре. Упс, три года в никуда. Зеленая вода. Расстались навсегда. Алина. И уже не танцевать нам танго никогда. У лунного пруда тоскую. С новым платьем в старой сумке ты уехала в Дубай. Опустив от горя руки, я промямлил, ну прощай. И вот, налив себе сто грамм, я лезу в Инстаграм. И в ночи по утрам, Алина. Я смотрю, ну как ты там, на яхтах по морям, на пони по горам. Все время ты сказала, секс на пляже. Это, в общем-то, коктейль. Я ответил, с кем ты скажешь? И сушей снял вермишель. Инстаграм, Инстаграм, горькие двести грамм. Расскажи жителям земли, что с тобой делали на Бали. Я с подружкой в ресторан, а там, увы, вай-фай. И снова в Инстаграм. Алине опрокинула вино, ушла давным-давно. Дала мне по рукам, подружка, на Аляске с селфи с лайкой. А откуси ей нос и лайк. Я тебе не ставлю лайки, но все вижу, так и знай. Инстаграм, Инстаграм, горькие триста грамм. Расскажи жителям земли, что с тобой делали на Бали. Вот уже который год мы вводим хоровод. Когда же все пройдет? Алина, ты для меня звезда, я для тебя беда. Расстались навсегда, надеюсь. Оказалось, что в субботу ты приехала назад. Я сказал, какого черта ты убрался в Ленинград. Инстаграм, Инстаграм, горькие четыреста грамм. Расскажи жителям земли, что с тобой делали на Бали. Инстаграм, Инстаграм, горькие пятьсот грамм. Расскажи жителям земли, как тебе нравилось на Бали. Дорогая Даша, начнем с тебя. Ты вот и начал говорить, что если вернуться в прошлое, но это осталось за кадром. Что же, что же, что же, если вернуться в прошлое? Если вернуться в прошлое и вспомнить еще раз вот эту замечательную песню про Аню. Очень часто граждане подходят к нам и спрашивают, а вы действительно вот такое мнение о мужчинах? И мы тогда отвечаем. Тебе подходят? В основном к лике. Было бы странно. К лике подходят, да. Вот. И на самом деле ответ-то простой. Это же не песня о том, что все мужики такие. Это было бы слишком примитивно. Это песня о девушке, которая считает, что все мужики такие. И если в ней, скажем так, побыть в этой песне, поанализировать ее, там есть очень много интересных очень слоев. И первоначальный месседж, он может оказаться, в общем-то, лишь поверхностью, под которой скрывается очень много интересного. Видимо, именно поэтому ваша группа называется Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд, да. Ну, серьезно, как появилось такое название? Мы перебрали очень много названий. Целый конкурс был названий. Целый конкурс, да. Мы строили конкурс названий, на котором, по сути дела, победили мы с Сережей. Потому что... Это серии мы посовещались, и я решил. Да, ну, надо капитанить иногда, вот. Поэтому у нас были, допустим, такие названия, как Шотамало. Какие еще названия у нас были? Там было много, там просто сумасшедшее количество. Это был поток, это был поток. Камамбер, Крокоток, Шотамало. Мы ехали с Сергеем в автобусе, и мы обсуждали, как это можно было бы все назвать. И Сережа сказал, что ему нравится, допустим, название Гештальт. Я сказал, ты знаешь, это неплохо, но это слишком по-немецки, это будет очень сухо. Давай Зигмунд Фрейд. И тут вот как щелчок такой, да, что это вот оно. Поэтому мы Фрейд, Зигмунд Фрейд. Смешить, но не взбалтывать. Михаил, вот такой вопрос. Это вот все тексты песен, основанные на твоем личном опыте? Ты знаешь... Психологический вопрос. Психологический вопрос. Психологический ответ. Несомненно, они и основаны на моем личном опыте и не основаны на нем, потому что я очень много повидал, слышал, и не обязательно пережить какую-то забавную ситуацию для того, чтобы написать песню об этом. То есть что-то основано на этом, что-то взятое откуда-то, скажем, из других жизней, но оно, несомненно, прочувствовало, одно, и поэтому достоверно. То есть на самом деле, когда начали писаться песни, очень хотелось, чтобы они были честными, и в них не было каких-то, ну, красивостей. Вот, наверное, так. То есть они достаточно прямые в какой-то степени. То есть, вот, допустим, если взять Инстаграм, ну, боже, вы же все знаете, это так и бывает. То есть человек просиживает дни в социальных сетях, он смотрит, что там происходит с его подругой, и действительно он может оказаться очень сильно втянут в этот процесс. Не убавить, не прибавить. Еще песню? Да. Следующая песня называется «Цирк», и надо сказать, что это регги. Раз, два, три, четыре. Иногда я воздушный гимнаст, бросаю тебя, и ты летишь к маме. Иногда мы как силачий балласт, только кто из нас, кто не знаем сами. Я бывалый иллюзионист, и пропал на неделю, а потом достаю чистый лист. Вот артист. Кормлю тебя сказками и карамелью. Наша любовь — это цирк. Ша-ла-ла-ла. Наша любовь — это цирк. Ша-ла-ла-ла. Наша любовь. Я тобой навсегда очарован, почему все так долго? Большая загадка. Каждый день я твой небритый клоун, каждую ночь ты моя акробатка. Ты как дрессировщица с картины, с кругом из огня, и кричишь мне «Апп!», а я прыгаю только в кольцо из резины, и вместо марша раздается храб. Наша любовь — это цирк. Ша-ла-ла-ла. Наша любовь — это цирк. Ша-ла-ла-ла. Наша любовь. Пахнут опилками отношения, и пилить их смысла ну просто нет. Есть огромное искушение принять весь этот цирк за чистую монету. Лови свой кайф и прочь сомнения, Вот и места согласно билетам. Все те же кони по той же арене Бегают по кругу в поисках ответов. Наша любовь — это цирк. Ша-ла-ла-ла. Наша любовь — это цирк. Ша-ла-ла-ла. Наша любовь — это цирк. Ша-ла-ла-ла. Наша любовь. На самом деле у нас сейчас уже есть 12 песен. И я думаю, что мы споем их все на концерте 15 ноября в Циферблате. Там будет наш большой сольник. Мы к нему очень долго шли. Если учесть, что мы начали играть где-то в августе, то вот целых три месяца. И мы там споем и вот эти замечательные песни и другие. Я надеюсь, что девочки получат удовольствие, а мальчики получат удовольствие от девочек. А вы вообще, у вас поклонники-то есть? Группа вашей появляется потихоньку? Конечно. Что за вопрос? У вас вообще поклонники-то? Ты знаешь, самое здоровское в этом... Нет, я бы сказал даже так. Ты знаешь, самое классное во всем этом — то, что песни нравятся людям. Мы выступали в НПК «Невец-Перец-Колбаса». Я был в шоке. Понимаешь, люди танцевали под те песни, которые я тихонечко писала у себя на кухне. Девушки буквально вот так вот, знаешь, это было похоже, как ты приходишь в огромный океан, например, и там мимо тебя вот такие прекрасные какие-то рыбины двигаются. И вот они двигались, причем в ритм, собственно, моих песен. Это было круто. То есть под нашу музыку они танцевали, оттягивались. Там показывали, типа, да-да, мужчины, мужчины. На самом деле, мы когда пришли на этот концерт, мы, по сути дела, пришли на саундчек, ну, за час до концерта, как нужно всем профессионалам. Мы пришли, там сидело две девочки, мы сыграли вот эту песню про Аню, и они нас спросили, ребята, а вы кто? Мы сказали, мы вот такая группа, Зигмунд Фрейд, будем через час здесь выступать. И мы уходим, они в телефоны уже сели, всех подружек пишут, приглашают всех. Приходим, огромное количество людей. Ну, как думаешь, почему? Ну, ты знаешь... Ну, вот мое личное мнение, ну, весело, весело. Это, во-первых, понимаешь, здесь я, конечно, не должен был вообще этого говорить, потому что, по сути дела, ты предлагаешь как бы проанализировать себя и проанализировать публику, а мы должны быть такими скромными и такими, типа, о, боже, да нет, мы не знаем, в чем состоит нашей бешеной популярности. Что же, как мы, да, не знаю, наверное, да, наши песни нравятся людям и все такое. Но на самом деле, ты знаешь, во-первых, у нас нету депрессника. Мы уже пережили вот этот период жизни, который называется неврастенический подростковый период, постпобертатный, и постпобертатный тоже пережили. И мы живем радостной, веселой жизнью, понимая жизнь, как она есть, принимаем ее. И, наверное, это находит отражение в музыке и песнях. Мы всего лишь навсего проводники. Мы в определенном смысле линза того проектора, через который идет свет. Свет существует помимо нас. Он может идти сквозь нас, может идти сквозь кого-то другого. Мы просто согласны его пропускать. Мы сказали, да, мы готовы быть проводниками, мы готовы радовать вас, делать вашу жизнь светлее. Потому что, если это не так, то, ну, и смысла нету. Если оттуда песня никому не стала лучше, зачем ты ее, собственно, поешь? Мне так кажется. Философия ясна. Да. Вот. У нас есть не только веселушные песни, у нас есть и такие, но они не то чтобы грустные, задумчивые песни. Вот эта песня называется «Киска». Ну, мы завершаем ей нашу программу, завершим, чтобы грустно было ей напоследствовать. Да-да-да. Давайте ее споем. Спасибо, что пустили. Спасибо, что открыли нам две обратно. И выпустили. Спасибо, что выпустили. Ты плывешь от парня к парню, призрачная тень. И вот испорчен безнадежно день. Ненавидишь всех влюбленных, ты теперь одна. Осколки сердца достигают дна. И снова падаешь вниз. Хочется крикнуть «Проснись!» Но ты никому не киска, и ты ко мне так близко. Не подходи. Ты холодная, как море, соленая, как горе. Впереди. Тайны, жалобы и стоны. Больше не к чему. Уйди от телефона, не звони ему. Послезавтра он не вспомнит твоего лица. А ты забудешь этого юнца. И снова падаешь вниз. Хочется крикнуть «Проснись!» Но ты никому не киска, и ты ко мне так близко. Не подходи. Ты холодная, как море, соленая, как горе. Впереди. Впереди. Ты ночью плачешь, маме не понять. Но завтра, детка, ты все начнешь опять. И снова падаешь вниз. Хочется крикнуть «Проснись!» Но ты никому не киска, и ты ко мне так близко. Не подходи. Ты холодная, как море, соленая, как горе. Впереди. Впереди. Редактор субтитров А.Семкин